Именно так выглядит стадион Самара-Арена изнутри прямо сейчас. Чуть больше чем через год здесь будут разворачиваться удивительные футбольные баталии. Ну а пока на поле главные игроки это краны, которые помогают устанавливать радиальные консоли. 10 из них уже установлены, еще 4 в стадии монтажа. Их обещают закончить к концу марта, ну а к концу мая стадион накроет 32 радиальные консоли, которые образуют сферическую поверхность диаметром 612 метров. Каждая из этих консолей весит почти 300 тонн. Металлический каркас образует форму покрытия козырька над трибунами, так что зрительские места от капризов природы будут защищены. А вот футболистам повезет меньше в дождь, чем играть под открытым небом. Радиальные консоли также станут основой для фасада будущего стадиона, представляющий собой прозрачный купол высотой 60 метров. Он сделает арену похожей на космический корабль. Стадион в Самаре отличается по своему объему, по своему внешнему виду, по высотности. Ну действительно, как говорится, Самара космическая столица. То есть и стадион, будем говорить, Самара космос, примерно такое название у него есть, как летающая тарелка. Ну оригинальный внешний вид, я считаю, это будет, наверное, один из самых красивых стадионов, строящих в Мундиале. С появлением дополнительных супермощных кранов в январе этого года на стройке был открыт третий поток по монтажу консолей. Открытие третьего фронта позволит быстрее вывести с территории поля поддерживающие временные конструкции, чтобы очистить от лишнего главный элемент любого футбольного стадиона. Как только последняя консоль будет установлена, краны покинут пределы футбольного поля. И в начале лета здесь начнут стелить изумрудный газон, который будет соответствовать всем требованиям FIFA. Работы на футбольном поле начнут с установки систем обогрева, орошения и дренажа. А траву засеют в августе. Кипит работа и под трибунами. Подходит к концу монтаж и остекление наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы в будущих раздевалках и вип-ложах. На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона. На 50% – ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Работы идут в полном ритме, в полном разгаре. Прочиски стадиона охвачены всеми видами работы. У нас уже начнут отделочные работы на площади 29 тысяч квадратных метров. У нас запущено тепло. Делается мокрый процесс, ведется штукатурка стен, устройство стяжек. В целом по объекту заканчивается кладочная работа, ведется остекление стадиона. В настоящее время на строительстве задействовано 2300 человек и 137 единиц техники. Закончить работу и сдать готовый стадион подрядчики обещают к Новому году. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.